БИБЛИЯ ГОВОРИТ Алексей Алексеевич, вопрос о грехе. Пишет, здравствуйте. Что такого в грехе, что Бог наказывает грешников? Что такого в грехе, что общение между Богом и человеком из-за него невозможно? Почему Бог ненавидит грех? Спасибо, очень важный вопрос. Думаю, что многие-многие люди недооценивают сущность и природу греха. И по этой причине очень часто они не понимают, почему же им нужно спасение, от чего же спасается человек. Если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание с самого начала, оно представляет грех как нарушение человеком Божьей воли. То есть человек действует, исходя из своих собственных представлений, своих вкусов, своих целей и своих решений. И эти решения, они входят в противоречие с Божьей волей и Божьим вкусом и Божьими целями. Когда дьявол искушал человека, дьявол предложил им вкусить от плода, которые Бог запретил, с очень конкретной мотивацией. Он говорит, если вы это сделаете, вы будете как боги. Для того, чтобы нам понять грех, для этого нам нужно понять вообще устройство Вселенной. Вселенная находится под управлением Творца и Создателя, Единого Творца, Единого Создателя, Единого Господина Вселенной, который установил все ее законы и который определил цель, для чего он ее создал. И который определил условия ее существования. И у которого есть конкретный механизм для того, чтобы это существование, оно производило какой-то эффект, какой-то плод, который Бог запланировал. Теперь, когда Бог создает человека, человек – это единственное творение в физическом мире, который имеет в себе способность принимать решения, исходящие из его собственной точки зрения. То есть, вот в этом отличие человека от другого творения, которое характеризовано тем, что человеке сказано, что он создан по образу и подобию Божьему. И вот Бог сотворил человека так, чтобы человек мог быть сознательным соучастником Божьего дела. Если человек идет против Бога и против Божьей воли и Божьих планов, он действует, он становится Богопротивником. Для того, чтобы понять, почему это трудно, почему это плохо, почему Бог это наказывает, для этого нужно посмотреть на то, как мы относимся к законам, опять-таки к Божьим законам, которые установил он, но только в природе. Есть законы физики. Я по своей первой специальности электрик. Я закончил техникум, работал на электростанциях, на высоковольтных линиях. Так вот, есть закон. Закон физики, он говорит о том, что всякий проводник, который находится под напряжением, он должен быть изолирован от земли, иначе произойдет короткое замыкание. Это закон. Это Богом установленный закон. Бог создал физику. Бог создал законы физики. Теперь, если человек хочет, чтобы его, он мог успешно и безопасно использовать электричество, то ему нужно действовать в соответствии с Божьим законом. То есть, он должен поставить хорошие изоляторы, сделать хорошую изоляцию, иначе произойдет Божий гнев, загорится что-то. То есть, Божье наказание. То есть, когда мы нарушаем Божий закон, законы природы, мы видим последствия сразу. То же самое происходит и в духовных законах. Только мы не сразу видим последствия. Когда мы идем против Бога, мы в действительности говорим, я Бог. Вот чем страшен грех. Грех страшен не самим действием, а претензией того, что когда человек действует, не согласовав свою волю, свои желания, свои цели, свою мотивацию с Богом, то он фактически противопоставляет себя Богу. А святой и совершенный, абсолютный Бог не может допустить, чтобы во Вселенной были разные центры, претендующие на управление Вселенной. Он единый, совершенный Бог. Он единый, знает все как правильно. По этой причине он предупредил человека, если сделаешь это, смертью умрешь. Вот почему для того, чтобы грешному человеку обрести спасение, для этого должен был быть тот, кто примет на себя Божье наказание за человеческий грех. Бог не может просто так закрыть глаза на человеческий грех. Почему? Потому что это объективное явление во Вселенной, требующее Божьего наказания или определенного действия Божественной святости. Кстати, очень подробно об этом я рассказываю в одной из своих проповедей, которые я проповедовал по книге «Бытие». Она так и называется – «Сущность греха». Вот посмотрите, пожалуйста, эту проповедь, и вы там сможете более подробно узнать, что такое грех, насколько он опасен, и самое главное, как его победить. Благослови вас Господь. Очень хорошая проповедь. Даже дети мои восторги были. И понятно, ясно стало всем. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, подписывайтесь на наш канал, делайте репост, делитесь с вашими близкими, родными. Таким образом, истина Божья пойдет дальше спасать других людей. Спасибо вам. Храни Господь вас. Слава Богу. Продолжение следует... Продолжение следует...